В одном еврейском местечке собрались люди и пригласили человека. Говорят, мы тебя нанимаем на работу, ты будешь каждый день забираться на вот эту башню и смотреть, придет мессия или нет. И когда он придет, обязательно дашь сигнал. И зарплата у тебя будет 45 рублей в месяц. Он отвечает, знаете, я не согласен на эту работу, зарплата очень маленькая. Ему говорят, ну, зато работа постоянная. Все всегда хотят знать, когда придет мессия. Когда же он придет. И да, в Библии даже есть данные, чтобы это можно было рассчитать, но с этим все равно есть проблемы с расчетами. Я вам сейчас покажу одно место. В деяниях... Знаете, почему, кстати? Потому что Раби Элиезер сказал, что возвратись на праведный путь накануне своей смерти. И все будет в порядке. А как знать день своей смерти? Накануне, когда знать? Это Божья благодать, чтобы Бог сказал, когда ты к нему пойдешь. Поэтому люди, знаете, у них такое студенческое мышление. Сделай только самый минимум, чтобы попасть. И этого будет достаточно. Но так как ты не знаешь день своей смерти, поэтому пускай каждый день будет как будто накануне твоей смерти. Это мудрость. Итак, мы перескакиваем в книгу «Деяний апостолов», 3 глава, 21 стих. Это Петр выступает в день Пятидесятницы. И он говорит такие слова о Ешуа. Он говорит, которого небо... То есть, ага. В 20 стихе, что здесь говорится о Ешуа. Да пошлет вам Ешуа, Мессию, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века. Это значит, что Ешуа, он действительно будет на небесах, пока не исполнится все прочества, которые написаны в этой книге. Что нам осталось? Осталось нам найти какие-то прочества, которые пока не исполнились. И подождать, пока не исполнится. И да, мы уже готовы. Этот студенческий подход, он не очень мудрый, но он все-таки есть. Если люди так вот действительно хотят, я вам скажу, что лучше не дожидаться пришествия, потому что провороните восхищение. Потому что некоторые эти пророчества, которые я сейчас покажу, они могут исполниться между восхищением и пришествием. Например, давайте откроем книгу пророка Исаии, 17 глава. Здесь написано так, с первого стиха. Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудой развалин. Пока остановлюсь. Когда я этот стих читаю, мне обычно говорят, ну, может, это пророчество уже исчезлось. Насчет грудой развалин? Не знаю, я не находил. Но сегодня в интернете наберите города в Сирии, и там выскочит Дамаск. И там вы можете, если поищите, снять и арендовать какие-то номера в гостинице. В общем, Дамаск в числе сирийских городов пока еще существует. Интернет об этом свидетельствует. И, значит, пока из списка городов он еще не исключен. Это пророчество, да, оно исполнится до пришествия Мессии, как мы с вами прочитали Деяние 3.21. Но не стоит его дожидаться, потому что, кстати, 4 стих. И будет в тот день умолиться слава Якова, и тучное тело его сделается тощим. То есть это будут не самые лучшие времена для Израиля. Давайте подготовимся к этому, так, чтобы не пропустить восхищение. Так. Да, в последнее время многие вещи будут завязаны с окружением Израиля. В окружении Израиля, вы знаете, основное население – это арабы. И насчет арабов я вам сейчас покажу такое место. Бытие 16.12. Это Агарь убегает от Сары, и ее встречает в пустыне Ангел. И Ангел ей говорит такие слова о ее сыне Измаиле, который стал пророцом всех арабов. Бытие, 16 глава, 12 стих. Он, имеется в виду Измаил, будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. Если вы читаете, так же, как и я, по синодальному переводу, то вы заметили, что слова «между» и слова «как», они здесь прописаны такими строчными буквами, и это обозначает, что эти слова нет в оригинале, и они добавлены переводчиком для того, чтобы можно было как-то это понять. Значит, я не знаю, переводчик переводил, соответственно, с греческого. Я не знаю, как это на греческом, но на еврите здесь слова… Слово «дикий», слова «осел» там нету, слово «людьми» – это «адам», и слово «дикий» – это «пере». И оно звучит «пере Адам». В оригинале это «пере Адам». Почему растерялся переводчик? Я его хорошо понимаю, потому что «пере» – это «дикарь», «адам» – это «человек». В правилах еврита сначала идет существительное, потом идет слово, которое его описывает. Например, «отче наш» – это местоимение, описывает существительное. Например, «зверь полевой», «трава, сеющая семя» – это «диепричастный оборот». То есть сначала идет определяющее слово, а потом идет описание. Здесь определяющее слово – слово «дикарь». «человек» идет описательное слово. То есть правильный перевод был бы такой – «дикарь в образе человека». Ну, я понимаю переводчика, такое неуместно писать. Можно было бы перевести «дикий человек», но это будет тогда исключение из правил, потому что сначала идет описание, а потом существительное. Это немножко в правила не вяжется. Как видите, есть различия между народами, праотцами народов, есть различия между разными народами, и у разных народов разная судьба. И теперь мы вернемся к судьбе израильского народа. Второзаконие 32, 21. Второзаконие 32, 21 стих. «Они, израильтяне, они раздражили меня, Бога, не Богом, суетными своими огорчили меня. Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Еще раз. Это Бог говорит о раздражении, насколько... Сейчас там... В оригинале икису, каос, то есть сделали меня злым. Раздражение, злость, может быть, ревность. «Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». В этом стихе... Давайте сейчас посмотрим... Опять же, вы знаете, что... Иврит переведен на греческий, с греческого на русский. Иногда что-то переводится, иногда что-то не переводится. Посмотрите на вот это словосочетание. «Не Богом». Я не знаю греческий, но я знаю, что в оригинале там, в греческом, стоит... Как будет Бог? Бог на греческом «теос». Не эта отрицательная частица звучит как «а». Вот это словосочетание «не Богом» там у них в греческом. Это атеизм. Атеизм все-таки русское слово, оно обозначает, да, люди, которые отрицают Бог. Итак, зато слово «атеизм» вам хорошо понятно. Итак, «Они раздражали меня атеизмом». Интересно, как это евреи могут раздражать атеизмом? Еще 150 лет назад от евреев, которые не верили в Бога, просто не существовало. Израиль, когда образовался, почему еврейский очаг, он появился не на Мадагаскаре, не в Уругвайе, не в Аргентине, не в Биробиджане, потому что была вот эта книга, которая обещала именно Израиль, землю обетованную. Поэтому в начале Сианинского движения вот эта книга была основой для создания государства. И Бог в этом помогал, созидал страну. Наверное, до тех пор, что люди как-то привыкли, что Бог им помогает. И, скажем так, где-то в 67-м году произошел переворот, что люди стали... Знаете, что я не буду уходить в подробности, но что-то произошло в 67-м году, после шестидневной войны. Во всяком случае, после 67-го года стало активно государство, организация освобождения Палестины. И появилось такое понятие, как палестинцы. И что понятие палестинцы, оно стало олицетворяться именно с организацией, освобождения Палестины. Потому что до этого, ну, не знаю, если вспомнить советское прошлое, был такой лозунг «Иван, бери хворостину, гони жидов в Палестину». То есть, палестинцы все-таки означало евреев. Так вот, то, что сегодня люди называют палестинцами, это действительно не народ. Это люди, которые, евреи с арабской национальности, которые бежали из Эриц-Исраэль, боясь войны, боясь мести евреев. Какие-то евреи остались в Израиле, живут арабские, израильские арабы, они есть, они живут, и они себя никак палестинцами не олицетворяют. И они не собираются ехать в палестинское государство, будет оно образовано или нет. И Египет не хочет принимать палестинцев, он не чувствует с ними родства. И орданцы тоже не хотят, у них есть скромная связь, но они не хотят этого признавать. Сирийцам палестинцы тоже не нужны. В Ливане палестинцы, да, обосновались, но, ладно, не будем ходить в политику. Короче, это палестинцы подходят под описание как не народ. Итак, вот этот стих, 32, 21, говорит, что Бог, евреи раздражают Бога атеизмом, а Бог за это раздражает евреев не народом, палестинцами. И вот это вот чувство, раздражение, оно употреблено как у Бога по отношению к израильтянам, так и у израильтян по отношению к палестинцам. Израильтяне не могут решить проблемы палестинцев, как они не бьются. Если проблема возникла на вот этом уровне, на уровне политики, то эта проблема не может решиться на этом уровне, решение этой проблемы надо искать на другом уровне. и на основании этого стиха поискать, попробовать разобраться со своим атеизмом, атеизмом не только в голове, атеизмом в логике, принятие решений. И я думаю, тогда, да, если принять перспективу, что мы новая нация, и нам 60 с чем-то лет, в которой мы живем здесь, то да, рабы здесь жили и прежде нас. Но если взять перспективу, что нам здесь 3000 лет, что мы хотим здесь, в этом месте, служить Богу, и храм не может быть построен ни в каком другом месте, и мы будем служить Богу в новопостроенном храме, вот с точки зрения этой перспективы у арабов немного шансов и немного претензий на именно эту территорию. И, да, мы откроем Римлянам 10.17. Римлянам 10 глава, 19 стих. Именно этот стих второзакония 32.21 Павел цитирует в послании к Римлянам 10 глава, 19 стих. Я вам прочитаю. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. Насчет несмысленности мы говорили, а вот раздражение не народом. что, да, Павел это цитирует, и контекст Римлянам 10, и после этого он перескакивает в любимую мессианскими евреями Римлянам 11 главу. Он говорит об общем плане для Израиля. Мы думаем, что мы здесь сами по себе и сами как-то устроимся, но Бог и в хорошее время Он нас не оставляет. Ему не безразлично в каком мы отношении к Нему. И если нам не хочется жить в совершенной воле Божьей, вот есть немножко хорошо, Бог раскладывает нам отрицательный сценарий, который ведет в тупик, и выход из этого тупика действительно снова обращение к Богу. Бог нас не оставил и Он нас не бросил. Что еще напомним? Давайте вспомним, что Бог готовит лекарства до того, как появится болезнь. Давайте вспомним книгу Эстер. Сначала Бог делает так, что Эстер становится принцессой, потом Мардыхай раскрывает заговор двух евнухов против царя, и только после этих событий, в книге Эстер написано, только после этих событий Бог поднимает Амана. Вот это все, что я хотел сказать, что апостол Павел говорит о палестинцах. Не принимайте это легко, не принимайте это быстро, меняйте свое мнение постепенно, изучайте эту книгу. Будьте благословены. Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова